Привет! Nokia 5800 самый громкий хит прошлого года. Более скандального, успешного и одновременно провального телефона финны еще ни разу не делали. Смартфон Nokia, сенсорный экран, невысокая цена. Этих трех слагаемых было более чем достаточно для всеобщего помешательства и просто нереальных продаж. Аппарат изначально создавался для молодежи, но стал популярным у огромного числа покупателей, вне зависимости от возраста и пола. Причем 5800 одновременно один из самых недорогих тачфонов и очень неплохое музыкальное решение из серии Express Music. К дизайну 5800 можно относиться по-разному. Он либо зацепит сразу, либо вызовет отторжение. Дизайнеры сделали клавиши полупрозрачными, а корпусу придали необычную форму. При этом, в отличие от большинства тачфонов, 5800 совсем немаленький. И в длину, и в толщину. Поэтому помещается он далеко не в любой карман. 5800 смартфон из музыкальной серии Express Music. У него есть стандартный разъем для наушников, а в комплекте идет пульт управления. У плеера очень удобный интерфейс, а система понимает карты аж до 32 гигабайт. Звучит смартфон хорошо, а вот громкость могла быть и побольше. Все же для прослушивания музыки в метро ее явно недостаточно. Встроенной памяти меньше 100 мегабайт, зато в комплекте идет карточка аж на 8 гигабайт. Поддерживается и горячая замена карт памяти. Экран в телефоне резистивный. Это существенный минус. У него слабая чувствительность, а скорость срабатывания не самая высокая. Зато остальные характеристики более чем приличные. Дисплей с разрешением 640 на 360 точек отображает до 16 миллионов оттенков. Диагональ чуть меньше айфоновской. В 5800 установлена матрица размером 3,2 дюйма. Поэтому телефон хорошо подходит для просмотра видео, фото и чтения книжек. Цветопередача безупречная, но полностью оценить ее из-за очень скучного оформления меню трудно. Неудивительно, поскольку до 5800 Nokia практически не делала интерфейса для сенсорных телефонов. Стандартная оболочка всего лишь адаптирована под пальцевое управление, а иконки увеличены в размерах. На правой боковине есть регуляторы громкости, клавиши блокировки и управление камерой. Зарядка идет не через microUSB, а через стандартный nokievский разъем. Также на верхнем торце есть клавиши включения, интерфейсный разъем и гнездо для наушников. Камера в телефоне 3-мегапиксельная, с автофокусом и вспышкой. Рольки она пишет в VGA разрешении. На тыльной стороне корпуса находится и стилус. Над экраном расположены клавиши вызова мультимедийных приложений. Под экраном механические кнопки приема и отбоя. Центральная кнопка отвечает за переход в меню. В телефоне есть и датчик положения, поворачивающие как клавиатуру, изображение, так и страницы в раузере. Для выхода в сеть в Nokia 5800 есть модуль Wi-Fi, GPS с привязкой к Nokia Maps второго издания. Поддерживается работа с фирменным сервисом Ovi, Vox и Flickr. Итак, с момента анонса 5800 прошло больше полугода. В журнальном обзоре мы ее переоценили. Сейчас былые восторги сменились полным разочарованием. У телефона попросту оказался стопроцентный брак динамиков. Проще конструкторские недочеты огорчают не меньше. Хоть слот под сим-карту и находится сбоку, без снятия аккумулятора и помощью стилуса ее не достанешь. Заглушки разбалтываются и отклеиваются уже через пару месяцев. И даже новые прошивки не помогают справиться с тормозящим браузером и почтой. Вывод – это отнюдь не Best Buy 2009.